Декоративные штукатурки Бетон контакт Грунт акриловый, грубо дисперсный для внутренних и наружных работ, для подготовки гладких, плохо впитывающих оснований перед применением декоративных штукатурок. Наносим на поверхность кистью или валиком сверху вниз грунт-бетон-контакт и получаем шероховатый слой, который увеличивает сцепление между основой и последующими отделочными слоями. Такое покрытие грунтовкой препятствует сползанию толстослойных покрытий. Штукатурка-караед – одна из наиболее востребованных видов штукатурки при проведении ремонта. Она используется для декоративной отделки внутри и снаружи помещений. Образует шероховатую структурную поверхность в виде бороздок глубиной 2 мм. Часто используется в интерьерах помещений. Поверхность предварительно покрыта грунтом бетон-контакт. Штукатурку можно наносить как шпателем, так и кельмой. Наносим штукатурку-караед на поверхность, ждем 15 минут, даем схватиться штукатурке и начинаем наносить узор барашек с помощью пластиковой терки круговыми движениями по всему периметру полотна. Получается красивый декоративный эффект. При работе с большими масштабами помещений лучше всего, когда один человек наносит, а другой создает узор, чтобы направление рисунков было одно. После высыхания поверхность может быть окрашена краской при помощи валика с длинным ворсом. Поверхность полотна вся прокрашивается, что создает красивый декоративный эффект. Штукатурка-караед 3 мм пользуется большой популярностью при отделке фасадов. Изначально все декоративные материалы белого цвета, но их можно колеровать. Колеровать можно самим, добавив колер-краску и тщательно размешать. Также на заводе «Нова» есть услуга автоматической колеровки любых лакокрасочных материалов. По вееру вы можете выбрать любой цвет и вам заколируют материал в желаемый оттенок. Поверхность предварительно покрыта грунтом бетоноконтакт. В данном варианте декоративная штукатурка уже заколирована на аппарате. Кельмой наносим предварительно заколированную штукатурку-караед 3 мм на стену, ждем 15 минут, даем схватиться штукатурке и начинаем наносить узор. Берем пластиковую терку, прижимаем ее плотно к поверхности и начинаем движение сверху вниз. Получаются красивые и аккуратные бороздки, которые создают эффект караеда. Когда поверхность высохла, начинаем закрашивать штукатурку валиком с коротким ворсом в более светлый тон. Поверхность полотна прокрашивается не полностью и фактура получается более объемной. Декоративная штукатурка камешковая – один из самых популярных сегодня вариантов работ. Прочное, долговечное покрытие создает оригинальный дизайн, позволяя сделать фасад или интерьер необычным. Широко применяется камешковая штукатурка при оформлении квартир или частных домов. На поверхность предварительно нанесен грунт-бетон-контакт. Сверху шпателем начинаем наносить предварительно заколерованную штукатурку, используя стальную кельму, и даем штукатурке схватиться. Через 15 минут начинаем разравнивать камушки, затирать поверхность круговыми движениями кельмой. Именно таким способом и формируется рисунок камешковой штукатурки. Самое главное – это не давить на кельму со всей силы. Все работы должны выполняться с минимальным нажимом на инструмент. Акриловая текстурная краска для наружных и внутренних работ для создания разнообразных эффектов. Одна из наиболее популярных фактур – это травертин. Этот эффект можно создать с помощью текстурной краски. Нанесение покрытия производится минимум в два слоя. Вначале на предварительно загрунтованную поверхность с помощью кельмы ровным слоем наносится текстурная краска. Даем материалу подсохнуть. После высыхания наносим вторым слоем текстурной краски островки, которые после схватывания должны быть запрессованы кельмой. Когда второй слой высохнет, наносим заколерованный лессирующий состав. Лессирующий состав. Используется как финишное покрытие. Обладает защитными и декоративными свойствами. Состав применяется для того, чтобы подчеркнуть линии фактур и особенности получившегося рельефа. Материал колируется в любые цвета с помощью водных или универсальных пигментных паст, а также различными перламутрами, флоками и глиттерами. Лессирующий состав наносим с помощью валика или кисти разнонаправленными движениями, а остатки собираем влажной губкой. Таким образом, с гладкой поверхности состав стирается, а в углублениях остается. Это позволяет выделить фактуру четче и создать глубину эффекта. Еще один востребованный прием нанесения текстурной краски – эффект росы. На предварительно окрашенную поверхность кельмой наносим небольшие островки и даем им схватиться 2-3 минуты. После этого круговыми движениями кельмой их запрессовываем и сглаживаем. После высыхания добавляем в лессирующий состав декоративное покрытие «Мокрый шелк» с эффектом перламутра и наносим получившийся микс на поверхность валиком разнонаправленными движениями для выделения фактуры и ее защиты. Фактурное покрытие «Рельеф» – это отделочный материал, который широко используется для реализации многих дизайнерских проектов. Декоративное покрытие может принимать разнообразные фактуры, в том числе имитирующие натуральный камень, дерево, венецианскую штукатурку и многое другое. На предварительно загрунтованную и выровненную поверхность наносим фактурное покрытие «Рельеф» и, прижимая кельму, вращательными движениями в разные стороны создаем эффект перьев. После того, как покрытие высохло, кистью или валиком наносим лессирующий состав с добавлением мокрого шелка. После того, как нанесли, излишки убираем при помощи влажной губки, чтобы подчеркнуть линии получаемой фактуры. Маракеш – это декоративная штукатурка, образующая изысканное покрытие с эффектом песчаного ветра. Поверхность предварительно окрашена заколированной краской. На нее наносим декоративную штукатурку Маракеш, заколированную в один цвет с ранее окрашенной поверхностью. Цвет базового слоя подбирается под цвет будущего финишного покрытия. Наносим в один слой на сухую поверхность кистью с жестким ворсом или щеткой. Хаотичными, перекрещивающими крест-накрест мазками распределяем песчинки по поверхности, создавая желаемый рисунок. Декоративная штукатурка «Мокрый шелк» – один из самых современных вариантов отделки стен. Она имеет вид шелкового полотна, нанесенного на стену, и позволяет создать богатое убранство для стен благодаря глубокой и необычной структуре. Наносить материал необходимо на идеально ровную поверхность в несколько слоев. Данный материал более сложный в нанесении, поэтому, чтобы получить желаемый эффект, лучше всего довериться профессионалам. На предварительно окрашенную поверхность при помощи кельмы хаотичными мазками без разрывов и пропусков наносим декоративное покрытие «Мокрый шелк», заколерованное в тон окрашенной поверхности. «Мокрый шелк» в зависимости от желаемого рисунка может наноситься в 2-3 слоя. Декоративное покрытие «Мокрый шелк» поистине может считаться жемчужиной коллекции торговой марки «Акванова Декор». Оно способно идеально вписаться в любое оформление интерьера помещения, так как не имеет привязки к тому или иному стилю. Потрясающий эффект полупрозрачности поверхности обеспечивается посредством тонкой игры света и нежного перламутрового сияния. Редактор субтитров А.Семкин